Когда в результате падения Западной Римской империи войска и администрация уходили от внешних границ, эти территории заполнялись различными группами населения. В конце Великого переселения народов древнегерманское племя лангобардов покинуло Центральную Европу, а освободившиеся территории были заполнены славянами. При этом вопрос о том, пересекались ли германские и славянские племена и как они взаимодействовали, остается спорным. Первые письменные сообщения о славянах I-VI веков имели общий характер и вызывают сомнения в достоверности классификации описываемых популяций как славян, особенно когда речь идет о Венедах и Антах. Однако со временем источников стало больше, когда к 800 году н.э. славяне заселили обширные территории Европы, о чем свидетельствуют находки их материальной культуры. В Центральной Европе ранние упоминания о славянах встречаются в грамоте баварского герцога Тасилона III, обосновании Кремсмюнстерского монастыря Бередиктинца в Верхней Австрии 777 года, в прочих документах из архива этого аббатства, а также в фульских аналах 805-855 годов и аналах Королевства Франков 822 года. Кстати, для работы с источниками нужна специальная подготовка, потому как интерпретируя разные тексты, можно сделать противоположные выводы. К примеру, в космографии Равенского анонима, разбитой на 24 сектора, есть страна Скифа в 6 секторе, откуда собственно по мнению автора космографии и вышел род славян. Однако Скифия упоминается еще в двух других секторах в 8 и 10. Чтобы разобраться в этом источнике, надо обладать большей информацией из дополнительных источников. К примеру, славяне, вышедшие из Скифии, скорее всего, те же, которых упоминал готский историк VI века Иордан, помещая славян между Новией и Туном, Мурсианским озером, Днестром и Вислой. Поэтому у Равенского анонима это место будет где-то между Ютландией и нижним течением Вислы на побережье Балтики. И глядя на современные карты древних территорий, может возникнуть ряд вопросов. Также стоит учитывать, что не все упоминания о славянах сохранились в оригиналах и могли быть искажены при переписи и последующих переводах. В пример можно привести утраченную грамоту Карла Великого около 793-894 годов, в которой говорится о многочисленных славянских поселениях в Баварской и Верхней Франконии, где Карл распорядился построить церкви для вновообращенных христианства, в результате чего было выстроено 12 церквей, указывая на большое количество славянского населения между реками Майн и Редниц в последние четверти восьмого века. Так вот, эта грамота частично воспроизведена в еще одной утраченной грамоте императора Людовика Благочестивого, текст которой уже и сохранился как образец в сборниках императорской канцелярии девятого века. Поэтому анализ текста оригинала грамоты весьма ограничен. Помимо этого, не все упоминания точны, информативны и носят нейтральный характер. Встречаются и довольно предвзятые, особенно учитывая, что ранние славяне были язычниками. К примеру, житие Стурмия, основателя фульдского аббатства, написанное между 818 и 822 годами, повествует о поездке миссионера вверх по течению реки Фульды в 736 году, верхом на осле. В тексте есть описание встречи Стурмия со славянами, когда он встретил их в большом количестве моющихся в реке. Описано, что даже осел задрожал, испугавшись над их тел, содрогнулся и сам муж Божий от их отвратных запахов. А они, в свою очередь, глумились над ним, как, собственно, и подобает язычникам по мнению Стурмия. Среди них упоминается и Толмач, который пообщался со Стурмием. Есть также упоминания славян в переписке епископа Бонифация, учителя Стурмия, с римским папой, где епископ задает вопрос, брать ли подать со славян, населяющих землю христиан, где папа отвечает, что суть дела очевидна, и если не брать подать, то со временем славяне посчитают землю своей, а если брать, то они будут всегда знать, что у этой земли есть господин. Но все же была ли эта славянизация обширных европейских территорий результатом культурного распространения или миграции людей, остается спорным, особенно для Центральной Европы. По мнению некоторых антропологов, палеодемографический анализ не дает доказательств массовой миграции славян. Однако, по мнению лингвистов, славянский язык использовался на многих европейских территориях в первом тысячелетии н.э., где славянские языки перекрывали более древний германский, римский и греческий языковой субстрат. Хотя такая смена языка могла быть результатом прибытия новой популяции, это также могло быть результатом языкового сдвига, во время которого одна этнолингвистическая группа навязывает свой язык другой, с помощью силы и численного превосходства или престижа. Несмотря на то, что в нескольких случаях генетика оказалась мощным инструментом для отделения процесса миграции от культурного обмена, она пока не дает окончательных результатов по отношению предполагаемого распространения славянских племен. Хотя в довольно локальном масштабе есть примеры, когда изолированные группы людей, говорящих на славянских языках среди иноязычных народов, генетически оказывались ближе к славянским популяциям, чем к местному населению. Это относится к лужичанам, которые, несмотря на географическую близость к носителям немецкого языка, показали наибольшее генетическое сходство с поляками и чехами, что согласуется с лингвистической близостью языка лужичан с другими западнославянскими языками. Лужичане также демонстрировали доказательства тонких уровней генетической изоляции по сравнению с образцами неизолированных европейских популяций, хотя уровень их генетической изоляции был ниже, чем у сардинцев и французских басков, к примеру. Это свидетельствует, по крайней мере, о некоторой эмиграции во время распространения славянских языков. В континентальном масштабе было обнаружено, что современные носители славянских языков имеют больше общих гаплотипов между собой, чем с другими европейцами. Первоначально это также интерпретировалось как свидетельство миграции, но может также свидетельствовать о малой численности популяций. Тем не менее, в некоторых регионах замена населения после периода Великого переселения народов очевидно. К примеру, Англой, Юты и другие германские племена из Северной Германии, земля Шелезвиг-Гольштейн, мигрировали на Британские острова, что подтверждено и генетическими данными. А регион оставался малозаселенным в течение как минимум двух веков, по поля ботаническим и археологическим данным. После чего его заселили различные группы, а некоторые из них были связаны со славянами, о чем свидетельствуют археологические находки, данные топонимики и письменные источники более поздних периодов. В других местах Центральной Европы разрывмение очевиден. Например, в центральной части Дунайского бассейна германские, аварские и славянские поселения сменяли друг друга почти непрерывно. Примечательно, что археологический комплекс пражской культуры, связанный с ранними славянами, отличается от германского культурного комплекса, распространенного по Центральной Европе ранее. На основании находок из Украины и Польши, по мнению Михаила Порчевского, типичные раннеславянские поселения можно описать по ряду признаков. Первый. Они располагались по краям речных долин. Второй. Позволяли вести самодостаточный образ жизни. Третий. Состояли из небольших квадратных хижин с углубленным полом, с каменной или глиняной печью, своеобразные полуземлянки. Четвертый. Преобладающим погребальным обрядом была кремация. И пятый. В поселениях не обнаружено следов хорошо развитых ремесел, кроме примитивных изделий из железа и скромной недекорированной керамики пражского типа. А что касается прямых контактов славян с германскими племенами в Центральной Европе, то на сегодняшний день, как отмечают авторы, нет ни одной находки, которая была бы общепризнанным доказательством, указывающим на эти контакты. В данном исследовании авторы сообщают о новой археологической находке в подтверждении возможного прямого контакта, а именно об исписанном германскими рунами фрагменте кости конца VI века, найденном в славянском поселении недалеко от Чешского Бржецлава в Ланах. Руны представляют собой алфавитное письмо, называемое Футарк, которое использовалось среди германских племен и не только. Первоначальный ряд рун из 24 символов называется Старший Футарк, который использовался в той же форме всеми германскими племенами, примерно до 700-850 года. Позже развился младший Футарк, где количество символов было уменьшено до 16. Он использовался на протяжении большей части эпохи викингов и поэтому составляет самый большой набор из около 6000 рунических надписей, которые сохранились. Находки же надписей на Старшем Футарке составляют менее 100, относящихся к концу III-начала VII веков. Большинство из них были обнаружены на металлических предметах в могилах VI века и содержат личные имена. Новая находка отражает шесть из восьми последних рун Старшего Футарка, что делает ее первой находкой, содержащей последнюю часть Старшего Футарка в южногерманских надписях и единственной, найденной в негерманском контексте. В новой работе исследователи акцентируют внимание на том, что помимо рунологии, материаловедения и научный анализ, как надписи, так и предметов, на которых они начертаны, могут предоставить дополнительную ценную информацию. Например, органический материал кости с руническими надписями позволил точно датировать находку, а при помощи анализа древней ДНК получилось примерно определить вид животного, которому принадлежала кость. Помимо этого, авторы работы использовали оптические и сканирующие электронные микроскопы для проверки подлинности надписи с помощью анализа износа. Результаты Найденный фрагмент кости происходит из типичного раннеславянского поселения VI-VII веков, которое было постоянно заселено до IX века, что подтверждается прямым датированием и типологической преемственностью в археологических записях. Эта типологическая преемственность от пражской культуры до IX-X веков характерна для многих раннеславянских памятников, в том числе ближлежащего великоморавского городища Паганска в двух километрах к югу от Бржецлова с хорошо задокументированным в письменных источниках славянским контекстом. И эта преемственность сохранялась вплоть до венгерского нашествия и упадка Великой Моравии в X веке. Фрагмент кости с рунами был обнаружен в верхней части ямы глубиной 70 см, рядом с другими костями животных и керамика и пражского типа, изготовленной без гончарного круга. Скорее всего, это был остаток полуземлянки. Кость с рунами была датирована от 555 до 650 года, а другие две кости из ямы датированы в интервале от 536 до 604 года, что подтверждает датировку ямы и делает ее самым древним раннеславянским объектом, который датирован радиоуглеродным методом в пределах Чехии и Австрии. Таким образом, возраст кости с рунами соответствует раннему славянскому поселению на месте ее находки, а не предыдущему периоду переселения народов. При помощи дополнительной программы калибровки радиоуглеродного возраста исследователи проследили хронологию между поселениями ранних славян и лангобардов, которые, как полагают, были последним германским племенем в восточной части Центральной Европы перед уходом на территорию современной Италии в 568 году, что подтверждено историческими данными и анализом древней ДНК. Новые оценки возраста, которые также согласуются с предыдущими из разных источников, указывают на то, что лангобарды покинули регион до 566 года, в соответствии с исторически задокументированным их исходом в 568 году. А вот славянские поселения появились в Южной Моравии только после 556 года. Таким образом, фрагмент кости с рунами был создан уже после миграции лангобардов из заселения земель славянами. При этом подлинность находки подтверждена при помощи оптической и сканирующей электронной микроскопии. На кости вырезано шесть букв старшего футарка, но скорее всего надпись начиналась с отсутствующего участка. Резчик, вероятно, был не очень опытен и создавал руны с искаженными пропорциями. Надпись демонстрирует шесть из восьми последних рун старшего футарка с двумя пропущенными. Вполне возможно, что изначально на кости был изображен весь рунический алфавит, но всё же не ясно, почему резчик пропустил две руны. Помимо этого, надпись, скорее всего, была преднамеренно окрашена, на что указывает большое количество железа. Анализ плохо сохранившейся ДНК кости подтвердил её принадлежность европейскому крупному рогатому скоту, происходящему с Ближнего Востока. Выводы. Обнаруженные германские руны в славянском контексте представляют собой редкий и ценный артефакт. Это первая руническая надпись, обнаруженная в негерманском контексте, а именно в поселении древних славян пражской культуры. Таким образом, находка может свидетельствовать о непосредственном взаимодействии германских и славянских этнолингвистических групп, которые, по-видимому, были сильно разделены в центральной Европе VI века. Однако контекст находки не указывает на характер этого взаимодействия. Учитывая культурное значение рун для германских народов, но не для славян, представляется маловероятным, что кость была привезена германскими торговцами. Вместо этого руны могли быть вырезаны людьми германского происхождения, которые остались в регионе или вернулись туда уже после миграции основной группы. Хотя имеются лишь единичные свидетельства о подобных мигрантах и нет убедительных доказательств сохранности германских элементов на славянских территориях, за исключением Панонии, где славяне и германские народы жили среди других этнолингвистических групп в составе аварского каганата. Но нельзя исключать и то, что руны могли быть вырезаны славянином. Если знания о рунах перешли от германских народов к славянам, то это должно было произойти в Центральной Европе, судя по форме рун. Но возможен и другой сценарий, где лангобарды и славяне могли иметь больше контактов по причине того, что в данном регионе германские и славянские поселения тесно следовали друг за другом в хронологическом порядке, в отличие от других мест. Поэтому не исключается сценарий по аналогии с Балканами, где вновь прибывшие переселенцы и жившие там люди на момент миграций археологически неразличимы, а славянами называли всех живущих на границе с Византией. Хотя находка конкретно и не указывает на те или иные гипотезы, она бросает вызов мнению о резком разделении между древнегерманскими и раннеславянскими народами, а также по мнению авторов, свидетельствует как минимум о некоторой форме прямого контакта. А далее возникает вопрос, действительно ли первый контакт славян с письменностью произошел благодаря Кириллу и Мефодию во времена их миссии к славянам Великой Моравии. Ведь нет никаких твердых доказательств того, что письменность на славянском языке существовала до этого. Однако черноризец храбр или монах храбр конца IX-начала X веков упоминал, что языческие славяне использовали линии и разрезы для счета и предсказания в своем трактате о письменах. Предполагается, что он ссылается на счетные знаки, а не на алфавит. Но это могло быть и использование рунического алфавита некоторыми славянами, что указывало бы на то, что использование футарка не было строго ограничено исключительно населением, говорящим на германских языках. А в целом, находка открывает новые перспективы для изучения частичной преемственности и обмена между историческими народами Центральной Европы. А я благодарю всех за внимание и отдельно хочу поблагодарить тех немногочисленных людей, которые поддерживают канал финансово. Благодаря вашей помощи у меня теперь есть хоть и БУ, но более мощный компьютер и видеокарта. Благодарю от всей души. Подобный контент может существовать только при вашей поддержке. Я также понимаю, что не у всех есть возможность помогать материально, но досмотрев до этого места, вы тоже помогли каналу. Всего вам наилучшего и до следующих выпусков.